К другим темам. Какова оценка церковных преобразований Петра I? Какое влияние оказали его реформы на современные религиозные и общественные процессы? Эти и многие другие вопросы обсуждались в рамках пленарного заседания регионального этапа 30-х международных рождественских образовательных чтений, который прошел в Ульяновске. В этом году форум посвящен теме «К 350-летию со дня рождения Петра I. Секулярный мир и религиозность». Рождественские чтения – это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Форум не только образовательный, но и дискуссионный, поскольку докладчики освещают разные точки зрения на исторические и культурные события. Во Дворце творчества детей и молодежи состоялось пленарное заседание рождественских чтений, на котором гости форума выступили с приветствиями и основными докладами. Работу чтений возглавили митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин и епископ Барышский Индинский Филарет. Председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков передал собравшимся приветствие губернатора Алексея Русских и отметил, что правительство региона высоко ценит доброе соработничество с Русской Православной Церковью. Он поблагодарил священнослужителей Симбирской митрополии за труды на благо жителей Ульяновской области и пожелал участникам чтений плодотворной работы. Затем глава правительства вручил награды губернатора педагогам. Митрополит Лонгин в своем выступлении рассказал о международных рождественских образовательных чтениях и об их основной теме в этом году. Особое внимание владыка уделил понятию секуляризация. Я хотел бы напомнить, что по закону принцип отделения церкви от государства означает вот что. Церковь не вмешивается в управление государством, государство не вмешивается в управление церковью. При этом нам крайне необходимо доброе сотрудничество и соработничество в различных сферах, прежде всего образования, культуры и социальной поддержки. Церковь является неотъемлемой частью российского общества, точно так же, как и само общество является частью церкви. И 30-летний опыт проведения рождественских чтений – одно из свидетельств того, что это взаимодействие может быть интересным, полезным и плодотворным. Нам необходимо совместно преодолеть процесс отчуждения людей от своей духовной и национальной культуры, традиций, истории и, наконец, отчуждения людей друг от друга. Владыка вручил ряд епархиальных наград тем, кто трудился в сфере просвещения и поблагодарил коллектив газеты «Православный Симбирск». В этом году изданию исполнилось 25 лет. Со словами приветствия к участникам чтения обратились также главный федеральный инспектор по Ульяновской области Юрий Кулик и первый заместитель председателя законодательного собрания Ульяновской области Василий Гвоздев. Директор исторического парка в Нижнем Новгороде, кандидат философских наук Денис Семикопов представил доклад «Образ Петра I и русская революция. Разрывы и связи российской культурной памяти». Петр – это очень интересный пример. Почему? Потому что, с одной стороны, он противоречивый, и кто-то считает его великим реформатором, кто-то считает его большевиком на троне, кто-то считает его самодуром, а кто-то, наоборот, одним из величайших российских правителей. Но, несмотря на всю свою противоречивость, он не вызывает разделения. Возможно, что Петр Великий – это действительно уникальный случай в русской культурной памяти, когда через противоречия вот этот образ нас объединяет. По традиции, в рамках регионального этапа международных рождественских образовательных чтений каждый епархиальный отдел провел работу своей секции. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.